всем привет сегодня займусь мордашкой своего автомобиля бампер вот это вот заклепки типа выковыриваю купил сюда такую штуку устанавливать как он называется парктроник также купил стекловолок но для исправления бантера в общем займусь сегодня бантером краску заказал неоригинальную но не знаю должно подойти 475 бмв и лак заказал отдельно это комплектом идет сейчас буду заниматься нужно красоту на машинке наводить в общем так погнали снимаем бантер пока кстати надо разобрать все будет поснимать вот эти штуки покрашу его короче весь потому что тут есть поближе это остатки полировки может выровняет там еще пошел внизу косяки короче разбираем а а и и и и и и Продолжение следует... Так, бампер скинул, сейчас надо отсоединить парактроники и слить жидкость. Приготовил баклажку, там, в принципе, не хватит, сейчас пойду еще одну возьму, там 7 литров улазит, она у меня полная, буду сливать. Короче, слил чуть больше одной баклажки помывайки, отсоединил бампер, сейчас буду попробовать исправить всю вот эту дичь. Сеточку, кстати, надо будет нижнюю покупать, а эту, в принципе, можно будет склеить. Она, в принципе, нормальная. Сейчас буду смотреть, как парактроники крепятся, разбираться, снимать вот эту штуку, зачищать и пытаться что-то красить. Посмотрю, как тут что-то сделано, потому что тут, конечно, огонь на стяжечках. Ну да ладно, стяжки наши все на бамбах. Сейчас буду разбирать банки. Вынесу такой столик, у меня их провизировали есть, и начну. Пациент на операционном столе. Хорошо, что тут немного красить, вот это, в принципе, красить не нужно. Блин, купил защёлку сюда, ну блин, тут какая-то уплотнительное колечко. Кто знает, какой номер этого колечка резинового. Даже не знаю. Его тоже надо найти. Ну что, я купил вот такие штуки. Сейчас покажу вот такие вот защёлки, но они без этого колечка, просто клеятся с той стороны. Я пока приклею, буду заказывать ещё парктроник. Они, кстати, разные, посередине они такие длинные, а тут с угловатой застёжкой. Ладно, буду пока снимать вот эти штуки, буду разбирать. Видите, вот про что я говорил, тут боковой, а тут прямые. Ну, походу, этот тоже надо менять, он тут так стоит. Похоже, только для красоты. Закажу два, сюда один, и сюда один поменяю. Ладно, буду пытаться разобрать. Короче, чтобы снять вот эту магистраль, нужно подщёлкивать вот эти защёлочки. Видите? Не думаю, да, сейчас подщёлкаю, вытяну магистраль. А потом уже буду разбирать дальше. Снял я магистраль, вот защёлочки. Ну, они такие же, как вот на белой. Тут более видны. Кстати, как только снимите, сразу защёлочкой защёлкивайте назад. Потому что они могут где-то пролюбиться. А эти штуки, похоже, я купил, не знаю, в Китае заказывал, похоже, они не такие. Тут она, вот видите, какая большая и под углом стоит. Но у меня получается прямая угла нету эти. Надо будет на его заказать. Это, наверное, дорестайловая или что-то такое. Не знаю, будет запасная. Может пригодятся где-то в хозяйстве. Ладно, буду искать. Так, разбираем, снимаем вот эти вот штуки. Наверное, сниму сразу эти самые, как она называется. Противотуманка. У меня, кстати, одного не хватает. Шурупа надо будет укропить. И разбираем бампер дальше. Так, вот эти пшикалки снимаются довольно-таки легко. Просто отверх тяните вот эту. Железная штучка такая. Раз, раз, раз. И все. И она вытянулась. Железную штучку ставим на место. Бампер, в принципе, разбирается. Процесс идет. Чтобы снять противотуманку, вот два торпса на 20 надо выкрутить. У меня тут это уже подгулявшая противотуманка. Уже стоит шурупчик какой-то. Не знаю, надо будет подобрать второй, чтобы прикрутить на место. В общем, вот так вот я разобрал уже бампер. Вот это, по идее, верхняя штука тоже как-то снимается. Мне кажется, вот она там как-то приклеена. Кстати, надо будет заказать резиночки под вот эти омывающие штуки. Видите, они такие подустали, полопались. Да, вот это получается на одно. Остальное все, все фигня. Все ерунда. Все поломалось. Так, ладно, продолжаем думать, что делать дальше. Вот сейчас, наверное, заклепочки надо вот эти поубирать. И тогда пробовать болотить волокна и с той стороны подклеить. Бампер, кстати, тоже не родной. Так, ладно, снимаем вот эти заклепочки. Можно, в принципе, рассоединить, но тут, видите, оно запаяно. Не хочу разламу, потом запаивать особо нечем. Буду пока так. Тут, кстати, тоже отломано печально. Цепление, наверное. Короче, короче. Надо еще... Нет нижней защиты, которая закрывает. Вот так вот прикручивает эти штуки и закрывает радиаторы. И все это требуху надо будет тоже поискать, заказать. Ну, в общем, продолжаю. Интересно. Интересно, интересно. Все так интересно. И сеточку тут, она цельная, да? Да, цельная. Надо большую сетку, по-хорошему правную сетку. Ну, ее, в принципе, можно подклеить. Сейчас у меня нужно снять вот это и заклеить эпоксидной смолой. Чуть не торчали с этой стороны штуки и потом зашпарковать. Буду пробовать. В общем, доставация бампера идет в полном ходу. Снял я заклепочки. Вот эту дичь. Сейчас надо как-то выровнять, подрезать. Вот это вот надо на одном уровне, чтобы было, по идее. А ну, и потом чуть-чуть. Эти застежки сломаны. Все сломано. Будем деставрировать. Вот это, кстати, надо сюда вклеить или вклеять как-то. Вот эти стяжки убрать тоже как-то нужно приклеить. В общем, вот тут тоже. В общем, думаем, что делать. Это тоже чуть-чуть отломано. Но красота! Не машина, а конструктор. Продолжаем. Короче, сделал я еще одно техническое отверстие, чтобы выровнять вот эту плоскость. Дырка отверстия все равно была. Вкрутил. Вкрутил шуруп, чтобы держал, поддержал. Сейчас посрезаю тут все лишнее барахло. Вобноть что-то с этого вонут. И буду пробовать зашпаклевать. Вернее, заклеить, а потом зашпаклевать. Потом, когда высохнет, в принципе, можно будет снять вот эту техническую хрень. Как-то так. Я так подумал, эбоксильный-то клей, эбоксильная смола должна хорошо держать. Попробую тут воссоздать с эбоксильной смолы ушко, чтобы крепить не на вот этот шуруп. И тут, кстати, попробую. Тут позачищал. В принципе, с этой стороны тоже. Ой, наблизко. И сейчас буду пробовать. Обезжирю с этой стороны. Буду пробовать эбоксидкой заклеить. Красота! Я сделал импровизированную вот такую стяжку с резинки. Чтобы убрать вот этот зазор, чтобы подогнуть правильно. Потом повырезал четыре. Сюда будет. Четыре сюда. Ну, соответственно, сюда четыре. И сюда четыре. Я думаю, четыре слоя достаточно будет. Чтоб держалось. И сейчас будем обезжиривать и пробовать смазать. Ну, вообще, очень интересно. Так, тут хорошо. По идее, должно все получится. Ну, а там видно будет. Так, теперь нужно наболтать вот эту штуку. И спорча привезли мне. Один к четырем получается. Ну, где-то 35-45 минут. Ну, это нормально. Так, взял вот такую кисточку у дочки. Позаимствованную у меня художница. Так, это, я так понимаю, стакан для колотания. 20 мл. У этого я не буду много. Потому что хрен у вас не сколько надо. На такой объем-то. Наверное, по вот эту штуку я думаю, должно хватить. Тут мерка как раз есть. Ну, ладно. Будем делать. Вот такая дичь получилась. Я думаю, будет держаться. Сильно схватилось. Много отвертителя лимонов. Но тут, в принципе, нормально. Но тут осталось еще чуть-чуть-чуть на калачу, чтобы тут замазать. А так, в принципе, должно держаться крепенько. Тут надо подождать. Будет минут 40. Сейчас вот это еще забодяжу. А потом займусь вот этой вот штукой. Надо будет вот этот усилитель снять. И вот это вот подогнуть. Вот этот усилок снять. Короче, подразобрать мордашку. и попробовать чего-то сделать. Все равно ждать, пока засохнет. Дрелька прикольная. На момент слабоватый. На максимуме стоит. Не могу выкрутить некоторые болты. Сейчас буду брать именно этим самым ключом. Ну, а что поделаешь? Вот так вот подразобрать. А вот у меня получается вот эта фигня ушла. Надо как-то ее сейчас попробовать выгравить. Потому что как-то в сторонку пошла. Сейчас буду гэпать, гэпать. Не знаю, что получится. Сейчас надо вот это снять. Нижний усилитель. Короче, все разберу. Пока будет все. Вот сижу и думаю, красота. Так я мордаху еще не разбирал. Короче, снял все. Вот у меня вот такая беда. Надо подогнуть вот этот. Сюда надо наружу как-то дать. Не знаю, как это. В принципе, он и не сильно-то подогнулся, но, видите, чуть оторвался. не знаю. Короче, тут все ровно-красиво. Он ровно должен идти. Буду смотреть по этой стороне и побывать. А тут, смотрите, как ушел. Короче. Короче, буду что-то мудрить. Пока месть засыхает. Моя дичь. Отсюда вот красота. Подшпаклюется вообще будет огонь. Кстати, вот этот сверху тоже решил подклеить. Чтоб мне это самое не сверлить там, не чудить ничего. И тут все его подклеил. И по делу такие вот крепления просверливаю. Должно будет все, в принципе, держаться. Ладно. Буду думать, как рихтовать. Короче, беда. Вот эта штука мало того, что она чуть-чуть сюда сместилась, она еще чуть-чуть вовнутрь шла. То есть, у меня отверстия не попадают прилично там на крылья. Из-за этого у меня тут на бампере щель получается. Я долго думал, как это сделать. Вытянуть у меня возможности нету. Не знаю, как, чем пробовать потянуть руками, еще я его не потяну. Короче, буду сейчас думать, то ли чем-то буду дергать, вытягивать, то ли вырежу вот этой пластины крепление и сделаю нормально, как отверстия будут другие для крыла, крепления крыла. Тогда у меня все, в принципе, нормально осталось. Ну, в общем, это такая штука. А тут в принципе даже ничего получается. Тут застыло. Вот тут отверстие просверлю. Будет у меня тут крепление нижнее. Тут отверстие просверлю, будет крепление верхнее. в общем, даже так ничего получается. Пусть хорошо еще высыхает, а тут буду подшпаклевывать все и делать дичь. тут подклеил. будет вот эти стяжки тоже убрать. Там подшпаклюется, зачистится. В общем, вот такая дребедень. Ну, я думаю, что четыре слоя стекловолокна и боксидка будет дрожать. Тут-то в принципе не сильная нагрузка. А тут конечно оторвалась. Ну, это такое, я думаю. А тут оно еще защелкался в крыло. Тут будет держаться. Тут изгиб я заклеил нормально. Должно держаться. В общем, думаю, будет держаться. Еще подсохнет. Пусть сохнет. Не буду торопиться, пусть высыхает. Так, в общем, одно отверстие я пробуровил. Кто-то еще не сверлил. Не знаю, как там сверлить. Надо будет. Сейчас буду что-то пробовать. Думаю. В общем, уже засохло. Можно сейчас переворачивать. Красить. Сейчас сначала отверстие тут сделаем. По поводу крыла. Короче, вытянуть у меня нечем. Я просверлил, благо есть дрелька, шуруповерт, дрель. Просверлил чуть в сторону на отверстие и сместил получается где-то миллиметров на 8. В принципе, его можно вытянуть, но это надо зашипать, цеплять какую-то лебедку, я не знаю. Короче, тут сместил чуть-чуть и открутил крылочек подлинно. Будет небольшой зазорчик, я думаю. Большой, небольшой. В принципе, нормально. Можно еще двигать, смотрите, тут еще зазора есть, куда двигать. Сейчас попробую еще открутить, подвинуть, чтобы оно было более ровнее. И тогда переверну, начну красить вот эту водью. Открутил крыло, подвинул чуть-чуть, но тут теперь не совпадает дед Бог, но зато зазоры теперь одинаковые. тут что тут. В принципе, это крыло еще надо туда чуть дальше дать, по-хорошему. Но не можем. Ладно, все это красота. Это тоже надо пообирать. Иди, что-то сделать, как сзади делал. Тут отверстие прикрутили, просверлил на четыре, тут винтиком затем пусть пока подсыхает. и тут пока подсыхает, и тут все красиво. Теперь что у меня? У меня теперь покраска. Нет, сначала зачистка. Сейчас переверну, зачищу и буду зачищать и красить. Так, перед тем, как красить, надо все вот это ободрать и зашпаклевать. Вот это вот ободрать. Натекло вот отсюда. Вот тут вот ободрать. Короче, надо сначала зашпаклевать. Зачистим зашпаклевать. Называется угадай цвет бампера, который раньше был. Так, локально зашпаклевать. Вот тут вот сейчас финишной сразу шпаклевочкой замажу и тогда уже буду все вышкурять вот этих трещин. Надо сначала обезжирить все это дело. Я думаю, что будет все по красоте. Что самое интересное, вот стерыш до пластика и пластик все равно весь потрескан. Наверное, из-за того, что он коцнутый оно все порой. Ладно, буду мешать шпаклевку сразу финишкой. Так, зашпаклевал. Сейчас, короче, буду пока остальное зачищать. А нахай, сок. Чуть-чуть вот уже в ковоку. Половину бампера уже зачухал. Уже можно красить. Осталось вторую половину шпаклевал. Все вычистить хорошо. И тогда можно будет красить. Конечно, блин, тут классно в тенечке. ни хрени еще не видно. Надо, чтобы же видно было, что-то чухнуло. Ну, там гладенько. Оно хоть это видно, когда тыцнули, оно все потрескалось. Ну, там загусенки все поснимал должны надо. Ладно, буду чистить дальше. Ну, что я вам скажу, два часа более страданий. Зачистил я бампер. Жарко, конечно. Сейчас помыл его, подожду, пока высохнет. выкручиваю эти крепежи, шурупы, которые натурил. Вот-вот скручиваю здесь все. Буду обезжиривать и обклеивать и начну красить. Вот это вот, что потрескало, а то я обработаю эпоксидным грунтом, оно во все щели проникнет, будет нормально держаться. Кто на самом деле, я не знаю, пластик сам потрескан получается. Ну, в общем, как-то так. В общем, вот такую красоту навожу. Самое смешное, что я сделаю бампер и появится в продаже бампер в цвет. Как раз, чтоб поменять. уже делаю. Тоже интересно. Новый опыт. Клею этим самым стекловолокном. Там еще, в принципе, осталось чуть-чуть. Конечно, можно было усилителей бампер не снимать. Эти самые железки все не снимать, усилители верхние и нижние. Что-то я подправил там крыло нормально. Я думаю, все должно встать сейчас отлично. Короче, как-то так. Зато будет чем сейчас заняться, пока будет краска сохнуть. Буду собирать все назад. Так, ладно. Делаем манипуляции с шурупами. Убираем лишние. дырку. Так, с той стороны я шурупчиком закрутил, дырку залил этим самым. клеем таким сильным. Я думаю, будет держаться. Чтобы щели не было. Так, сейчас буду обклеивать и будем красить. обклеил, обезжирил и эпоксидным грунтом пшикал, чтобы оно лучше держалось. Сейчас минут 10 высохну. Буду пигментом пшикать. А сейчас пока буду собирать это чудище. так же литяки накинул. Сейчас посмотрю, чего за краской не пропали поля. Надеюсь, все будет нормально. первый слой пока подсыхает. Я займусь дальше сбором. Ну, в общем, ничего получается. Сейчас нанесу еще один слой, а потом уже буду лаком покрывать. Тут мордашка собирается, должно быть. Машинка уже становится похожа на машинку. Вампера осталась вскрыть. Смотрите, косяки видно. Вот это что-то тут лаком идет. Короче, ну, лучше, чем было. Вот так вот. Сейчас поставлю защелку с этой стороны. Потому что там полом стояло и буду собирать дальше. Так, покрыл одним слой лака. Бампер уже начинает приобретать более презентабельный вид. Фух, сейчас засохнет. Машинку уже тоже подсобрал. Задолбался, но счастливый. Целый день с машинкой. Единственное, если был бы гаражик хороший, сейчас еще снять большой гараж, но это в Словении большая проблема. Тут все-таки махники, крашики. В общем, как-то так. Залил я еще один раз лаком. Пусть подсыхает. Но мне кажется, что вот этот цвет, который поляки прислали, он больше соответствует моей краски, чем тот, что я купил оригинальный. короче, вот это следующим этапом будет устранение вот этих косяков. У меня чуть-чуть осталось пигмента и лака за неносием. Так, ладно, жду, пока подсохнет. Сколько сейчас время? Надо засечь ее минут через 30 поставить бампер. А я пока пообираю вот этот срачельник. Вот такой бампер получился. Налил много лака на пока высохнет. Ну, в принципе, ничего так. Подскажите мне, пожалуйста, номер вот такой детальки. Не могу найти именно резинки вставки, которые внутри на этот самый на парктроник. Номера парктроника все есть. Блин, а вот это не могу найти. Надо будет залепить. Долго что-то. Ждем, пока высохнет. Будем ставить на месте. Скотч наше все. Пока не нашел, не купил эту штуку для парктроника. Поставил на скотч. Залепил, дырки не было. такое. Я думаю, не поломается. Должно держаться, по идее. Так, поставил магистраль, подключил, поставил эти самые. Подскажите, какие номера вот этих деталюшек? Хоть убейте, не могу найти. Именно она, я так понимаю, цельная вместе с резинкой и крепление вплавляется как-то. Блин, ладно, буду искать. Если кто знает, напишите номер детальки, то это проблема с дыркой ездить в бампере. Так, продолжаем дальше. В общем, такая вот дичь получилась. Все равно тут фара получается высоко сильно, она подбила, видно, вверх, там, не знаю, надо как-то бампер приподнять, потому что получается зазор. Но зато тут теперь никаких таких косяков. Но без косяков у нас не бывает. Вот я дофига ваку налил. Надеюсь, оно подсохнет. И потом это все сполируется. Я надеюсь, без косяков не получается. Ну что, учусь, учусь. Ну зато интересно. Ой, в общем, задолбался за целый день. Ну, интересно поразвлекался со своей машинкой. Наверное, часов шесть ковырялся. Ладно, всем пока. Спасибо всем, что смотрите. Очень ценю то, что смотрите. Всем до новых видео.